Юнайтед Медиа Холдинг Юнайтед Медиа Холдинг и Юнайтед Онлайн Венчерс Это то, что образование, которое сбудоражило всех в конце прошлого года и в начале этого Которое объединило интернет-активы и СКМ, и Юнайтед Медиа Холдинг, и КП Медиа Директором которого я все еще являюсь И объединило три украинских портала, скажем так, можно говорить там лидирующих, но по общей аудитории они стали Однозначно лидерами по аудитории среди украинских игроков И так, чтобы сразу было понятно, наш основной бизнес это медийная реклама Там 90 с лишним процентов наших доходов это именно медийная реклама Это баннера, спецпроекты и так далее И в связи с этим, как бы, на эту тему моя презентация, к сожалению, как бы, в этом рынке все не так хорошо, как все когда-то представляли и представляют, как об этом говорят рекламисты, особенно на Западе То, о чем хотелось бы сегодня поговорить, это именно тот рост, о котором все говорят Уже года два или три все говорят и продолжают говорить о том, что, ну вот, в этом году будет 50% роста минимум, если повезет, будет 100% Я, как директор компании, всегда бюджетируем 50% с лишним, а потом приходится всем объяснять, а где же эти 50%, почему они не случились Это не доработали мы, начинаю спрашивать у конкурентов Да нет, вроде у всех все хорошо, даже под застолье все говорят о том, что было максимум 30% Приходится верить И вот именно об этом, как бы, потенциал есть, все понимают, что вот надо, надо, вот оно, вот сейчас будет, но оно, как бы, никак не приходит То есть, давайте, как бы, нескромный вопрос К сожалению, украинский рынок, я считаю, что он не настолько богат, чтобы отказываться от таких вот цифр Логика этих цифр, там, внизу расчеты всеукраинской рекламной коалиции по объемам рынка, да По их расчетам, где-то 5% рынка рекламы в целом в Украине занимает интернет-реклама И это достаточно такой оптимистичный прогноз, потому что тоже Зенит Оптимидия говорит о 3-4% И это трансформируется, там, по их оценкам, 440 миллионов гривен Подняв эту ставку, там, до 10% в том же, там, 11-м году, можно было дополнительно заработать на рынке 45 миллионов долларов Эти деньги мы, к сожалению, просто не заработали Это то, что лежит, как бы, на поверхности, но мы его никак не можем взять в руки Из чего, как бы, в чем этот потенциал? У нас, как все говорят, достаточно большая интернет-аудитория 14-15 миллионов человек, как бы, постоянно, там, раз в месяц в интернете Гейминг считает, как бы, аудитория есть Мы показали, там, замечательные, просто, темпы роста, особенно в 10-м году Самые высокие в Восточной Европе Рост здесь тоже есть Медиапотребление У нас, к сожалению, достаточно маленькое в Украине, по сравнению с другими странами Особенно, там, Бразилия, другие развивающиеся страны То есть здесь тоже есть потенциал роста, потому что у нас люди все еще достаточно мало времени проводят в онлайне И это медиапотребление в глобальном уровне, оно достаточно быстро растет и опережает все другие медиа То есть, казалось бы, вот оно, то есть люди пользуются интернетом все больше и больше Для больших брендов они становятся достаточно большой аудиторией Можно конкурировать с, там, даже с телевизором По некоторым возрастным категориям, кстати, недавно общался с представителями больших MSG брендов Там, аудитория 18-25, стоимость контакта в интернете уже дешевле, чем стоимость контакта на телеке, что, как бы, вдохновляет Это, как бы, не заметило, скажем так, сказаться, к сожалению, пока только в Европе Даже дисплей начал расти и в одно время даже рос больше контекста Яркий пример, да, все говорят обычно, что там на Западе, зачем туда обращаться, у нас все по-другому Но наши, даже наши северные соседи в России размер рынка гораздо больше, даже там в относительных У них интернет занимает порядка 16% в медиамиксе, что для нас просто является сказочными цифрами И всем очень бы хотелось получить эти цифры у нас на рынке И, прошу заметить, там рост рынка тоже порядка 50, даже больше процентов Что для нас пока, к сожалению, является недостижимым Ну, и объем рынка, как бы, соответственно, тоже К сожалению, в Украине, как вы видите, этот потенциал совсем не реализован У нас интернет, это оценки за нет оптимиди, там, в 10-11 году, 3,5% Ну, как бы, это не те цифры, которые свидетельствуют о бурном росте интернет-рекламы И здесь хотелось бы, как бы, резюмировать и сказать, а что же делать дальше Кто виноват, как бы, не надо разбираться, да Вопрос в том, как бы, что с этим делать И мы у себя, там, United Media Holding решили, что в этом году Особенно консолидировав, скажем так, достаточно много больших активов Мы решили, что мы не будем концентрироваться на именно конкурентной борьбе То есть мы не хотим воевать, да, за какую-то маленькую долю рынка И откусывать друг у друга по, там, не знаю, 2-3% своего дохода Мы, как бы, официально для себя и для рынка хотим заявить о том Что мы хотим развивать рынок Что любые войны и траты ресурсов на войну между площадками Между ресурсами за какие-то 2-3% чего-то дохода Никак не сравнимы с тем потенциалом, который можно заработать Если объединиться и поднять этот рынок Который, к сожалению, уже который год лежит И никак не может встать с колен Одним из проблем этого является отсутствие общей валюты Все медийные каналы, которые, кроме интернета Будь то телевизор, радио, наружка, газеты Они объединились В индустриальной ассоциации у них есть один измеритель Который всех меряет, на который все агентства ориентируются К сожалению, только интернет Может быть, здесь наша молодая аудитория Все импульсивные, все считают, что именно они правы А именно у интернета нет единого измерителя Наши постоянные, скажем так, назовем это войны между измерителями Которых вы все знаете Пока было только основных 2, InMind и Gameos Включается в игру третий TNS Я так понимаю, в ближайшее время уже будет активно работать Эти войны, кто правильнее считает Приводят к тому, что рекламодатели просто отворачиваются Ребята, мы не собираемся разбираться за эти 3% рынка Зачем нам это нужно? Следующее, это непрозрачные и понятные условия работы на рынке Практически везде, особенно у нас в интернете, на рекламном рынке Да, есть какие-то договоренности о каких-то дополнительных скидках, бонусах Но то, что происходит в интернете, особенно в интернет-рынке с интернет-рекламой Извините за выражение, не лезет ни в какие ворота Демпинг, особенно в последнее время, особенно со стороны отдельных игроков Просто уже даже доходит до себестоимости Баннера показа, наверное, скоро дойдет Это как бы, ну эти войны, опять же, между собойчики Просто плохо влияют на рынок И не позволяют ему развиваться, к сожалению Да, кстати, я вернусь по единую валюту Яркий пример из истории украинского медиахолдинга Радиогруппа украинского медиахолдинга Очень долго работала над тем, чтобы продвинуть именно индустриальное измерение в радио Им удалось договориться с основным конкурентом группой Тавр о том, чтобы провести Договориться, забыть свои конкуренты и войны И провести индустриальное исследование, ввести единую валюту Сразу же после этого у них рекламные доходы просто прыгнули 50% И мы говорим про радио, которое растет максимум до 10% в год в принципе Все примеры говорят о том, то же самое, наверное, я не большой специалист по телевизору Но то же самое происходило в телевизоре Пока не было индустриального комитета, который провел исследование, заказал и сделал единую валюту Их доходы тоже были значительно меньше, чем они стали потом Ну и один из основных моментов, да, это просветительская деятельность Предыдущий спикер был прав, нужно уходить в офлайн Те рекламодатели, которые сидят на больших бюджетах и рекламируются, опять же, на том же телевизоре Они не придут к вам и не будут разбираться, а что же такое CPM, CPC, CPA и так далее по тексту Им нужно, во-первых, объяснить, во-вторых, объяснить это доступно Чтобы они поняли и озадачились хоть чуть-чуть А желательно, чтобы они не озадачились, все было готово К сожалению, мы как бы все чаще и чаще обсуждаем эти вопросы сами с собой Правильно там вводить баннерные биржи, стандарты, можно ли речь в миде, нельзя Реально это не доходит до рекламодателей, тех распорядителей бюджетов в больших, даже транснациональных, FMCG-компаниях Нужно идти в массы, в маркетинговые массы и объяснять им просто и доступно Что же такое интернет-реклама и насколько полезной и хорошей она может быть Кратко о себе, мы, значит, заявив такую далекую цель объединить, скажем так, и развить рынок Первое, что мы сделали, это объединили все свои продажи Продажи всех ресурсов, то есть это и BigMir.io, все ресурсы, которые находятся в собственности украинского медиахолдинга Сегодня UA из группы СКМ В результате этого объединения уже сейчас нам дало покрытие аудитории, которое превосходит все отдельно стоящие украинские площадки И, к сожалению, пока не переезжает, но хоть как-то приближается к аудиторному покрытию той же группы Mail.ru До Гугла нам еще чуть-чуть далеко, но тем не менее тешим себя надеждой Хотелось бы резюмировать тем, что, как говорит народная пословица, один в поле не воин Давайте работать вместе, вот я как бы с этой сцены, поскольку тут, я так понимаю, нужно делать такие пророческие заявления на год вперед Хочу сказать, что в следующем году, то есть я готов зарывать топор войны и уже, в принципе, его зарыл Работать с любым из наших конкурентов, если этот конкурент предлагает мне любое движение, которое направлено на развитие этого рынка И увеличение вот того куска пирога интернет-рекламы То есть давайте забудем все, если здесь есть братья-конкуренты, забудем все, давайте менять наши усилия И мы со своей стороны, United Media Holding и United Online Ventures готовы сделать все, что в наших силах И приложить к этому все наши возможные ресурсы, чтобы поднять этот рынок и продвинуть его чуть выше, чуть дальше, чуть лучше Спасибо 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 Спасибо